Премьера фильма «Артака и Гитяна. Рассвет над озером Ван» в Киномире собрала полный зал. В основном это были ценители настоящего армянского кино. Еще до начала показа зрители были уверены в том, что лента и Гитяна выполнена на высоком режиссерском уровне. Я узнала от родителей, ожидаю хорошего фильма. Меня очень радует тот факт, что героиня Турчанка. Думаю, что это продвижение. И я уверен, что работа будет классная и отличная и необходимая сегодняшнему дню. Потому что «Артака», режиссер этого фильма «Артака и Гитяна», я знаю очень близко. Он не просто мой знакомый, он близкий друг. Я с ним прошел огонь, воду и медные трубы. И снял с ним фильм «Огонь, вода и бриллианты». И я понял на примере его работы, работая с ним, что он настоящий воин, настоящий боец. Как минимум увидеть интересную картину. В общем-то, так как, честно говоря, я не знаком с историей созданий. Я знаю, что люди, которые причастны к этому фильму, они хорошие специалисты, профессионалы своего дела. В связи с этим верю в хорошую, интересную историю, картину, вечер. В общем-то, так, на приятный вечер. Первый армянский фильм с участием турецкой актрисы вызвал огромный интерес у армянской диаспоры Москвы. Режиссер кинолеты окончил в ГИК, факультет операторского искусства. Является призером многих российских и международных фестивалей, в том числе Каннского. Сценарий будущего фильма ему очень понравился, и вскоре «Артак» приступил к съемке картины. Мне удалось собрать очень хороший состав актеров, и вообще наша группа, киносъемочная группа, была достаточно дружная, что, в принципе, и делает фильм. Фильм снимался в четырех странах, и, знаете, тема, тема – это тема геноцида, скорее, тема последствий геноцида в начале века. И мне кажется, что она здесь, в Москве, особенно будет близка людям, которые живут вне родины. Карен Джингирян сыграл дедушку Карапета. По словам актера, играть отца и деда ему было несложно, ведь он сам неоднократно становился дедушкой. Господина Джингиряна на роль Карапета режиссер назначил сразу. Вызвали меня, поговорили. Я начал кокетничать, что я подумаю, а он сказал, а ты уже утвержден через два дня съемки. Вот так. Ну, я очень рад, что я попал на этот фильм, потому что я считаю для себя, как для актера, на том периоде жизни, когда вроде бы уже можно подводить итог, я получил такой подарок, такую роль. Хоть это не скромно, но я могу сказать, что мне фильм очень нравится. Фильм снят блестяще, очень тонко, очень нежно, ненавязчиво. Поднимаются очень серьезные вопросы. Генеральным продюсером фильма выступил Михаил Багдасаров, который отметил важность этой киноленты. Он подчеркнул, что где бы человек ни жил, главное всегда ценить обучие культуры своих предков. Этот фильм интересен, потому что это наше время. И сегодня, смотря этот фильм, мы видим, что происходит у людей после 1915 года. Вроде прошло более 95 лет, 96 лет, а отголоски этого до сих пор отражаются на людях. Современная молодежь призывает народа не враждовать. Сегодня они видят иное решение существующих проблем, пусть даже происходящих на почве национального недопонимания. Безусловно, нужно вспоминать предков, нужно все помнить, историю, что было и так далее. Но нужно понимать, что дети, скажем, уже внуки, правнуки, уже тех людей, они совершенно другие люди. И мы тоже поменялись. И нужно все-таки понимать, что это была политика, а не вражда народов. Через историю одной семьи Артак Гитян и сценаристы Арман и Арен Ватьяны сделали попытку показать историю армянского народа, его культуру и наследие. Во время кинопоказа зал бурно реагировал на игру актеров, смеялись и аплодировали. А под конец многие сентиментальные зрители даже прослезились. Режиссер уверяет, что каждый из них сделает свой вывод после просмотра картины. Каждый для себя, конечно, найдет вывод, но первое – это не забывать и всегда возвращаться к своим корням. Это наша история, это наше все. Кинокритик и журналист Мария Визрук удивилась, узнав, что эту картину снял довольно молодой кинорежиссер. Мария признала, что работа очень зрелая и актуальная. Кино очень красивое. В России, к сожалению, мало есть режиссеров, которые умеют делать зрительское кино такого качества, качества изображения, что очень ценно. И при том, что эта картина авторская, она совершенно не артхаусная, не скучная. То есть это фильм, который может посмотреть любой зритель в любом возрасте. Мы смотрели кино вместе с дочерью, ей 13 лет, и она с большим интересом следила за коллизией. Возможно, не понимая каких-то тонкостей исторических и так далее, что-то пришлось объяснять и рассказывать. Но вот эти общечеловеческие вещи, которые там очень здорово показаны, она прочувствовала. Сюжет истории разворачивается вокруг семьи 80-летнего крапета Помбукчана. Иммигранты в четвертом поколении почти полностью ассимилировались в Америке. Это очень беспокоит старика. С одной стороны, сын, бунтующий против отца, с другой – внук, влюбленный в турчанку. Карапет, мать которого чудом уцелела во время резни, пытается сохранить в своих потомках чувство сопричастности к родине. Главная цель – вернуть сына и внука к их национальным корням. И это ему удается, только жаль, что ценой собственной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Шорина Джахаев, Армен Сарксян, ТВ Армру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова